привет друзья с вами снова я dolce dash давайте поговорим об ароматах на лето каждый год я делаю для себя определенную подборку для летнего сезона естественно с учетом отпуска и просто того что температура будет намного выше соответственно духи потяжелее будут предположительно раскрываться намного лучше в этом году я не изменяла себе и в основном мою подборку вошло то что себя отлично зарекомендовала в предыдущие годы однако я решила провести парфюмерный эксперимент и парочку духов приобрела в качестве таких вот неожиданных для себя потому что мне интересно как они будут звучать летом а в холода они себя не очень-то зарекомендовали итак начнем с моего фаворита этой весны который перекочевал со мной и в летнюю подборку поскольку летом он раскрывается несколько по-другому и мне очень нравится как а весной он уже зарекомендовал себя как шикарный букет прекрасных цветов сирени мимозы ландыша пиона и ощущение прохлады которая дарит этот парфюм в жару она ни с чем не сравнимо комплиментов море делает на этот парфюм что весной что летом и он уже даже стал моим ароматным талисманом поскольку когда его надеваю я не знаю наверное какое-то воздействие на мозг происходит и мое настроение постоянно такой вот приподнятая бодрая и радостная и окружающие не оставляет это без внимания поэтому я решила проверить как же в этом году летом в жару поведет себя этот аромат в принципе неожиданности никаких не будет мне просто хочется чтобы он меня сопровождал и дальше и так следующий аромат уже экспериментальный это манталь дикая груша зарекалась я не связываться с нишевой парфюмерии но вы знаете как то вот получается так что она постепенно становится частью моей жизни хотя и ниши это назвать очень сложно поскольку среди знатоков любителей продвинутых пользователей нишевой парфюмерии манталь это как какая-то такая ну совсем уж грубая попса ну ничего этот аромат меня приятно удивил и именно в жару я услышала его на незнакомой женщине не постеснялась спросить что за духи она с радостью откликнулась на мой комплимент и поделилась названием я была очень удивлена об этом я сделала отдельное видео чем меня так привлек и зацепил этот аромат но в жару он прекрасен посмотрим чем закончится этот парфюмерный эксперимент я от него многого не жду но мне хотелось бы чтобы он звучал также божественно на мне как и на той женщине прошлым летом еще одни духи которые уже несколько лет со мной летом и как видите их расходуются понемногу потому что ношу я их преимущественно в зной это dior dune это винтаж миниатюра туалетная вода я знаю что духи они намного крепче они такие чуть более злые специевые и такие вот древесно-сандаловые но мне больше нравится туалетная вода поскольку я как-то ее легче выдерживая она не давит она не имеет какого-то винтажного неприятного душка на который часто жалуются люди не любящие винтажи в этих духах мне очень нравится что сочетаются ноты соленые с нотами древесными и действительно есть ощущение что ваша кожа на которую был нанесен солнцезащитный крем она подогрета солнцем и высыхает капли морской воды на вашей коже аромат очень такой приятный действительно отпускной и атмосферный следующий аромат мой бессменный фаворит который я хочу носить этим летом просто по той причине что в жару он звучит просто божественно это очень такие маслянистые знойные цветы в сливках в сливочном креме аромат знойной красивой страстной женщины и еще в нем есть такая нота очень пикантная которая напоминает масло для загара растертая по раскаленной солнцем кожи он напоминает мне с одной стороны об отпуске с другой стороны он всегда меня сопровождает но зимой в холода в ненастье он звучит как-то норовисто колка и не так хорошо поддается приручению как в зной зной он как будто бы сам идет вам навстречу жан-поль гатте классик напоминаю туалетная вода это старенький выпуск с новыми я не имела дело но старый все еще хороши и он остается со мной и поныне в жару прекрасен очень рекомендую следующий аромат уже вам тоже знаком моей коллекции он не раз появлялся и фигурировал в моих видео шалимар парфам и неси аль конечно я понимаю что дело все в маркетинге в доходах которые получает косметическая парфюмерная компания герлен но я очень сожалею думаю вы меня понимаете о том что этот аромат был снят он выпускался довольно недолго года три но может быть пять там еще года два он был в продаже а сейчас его днем с огнем не сыщешь только за большие деньги чем же он так хорош вы знаете в жару он звучит очень торжественно вечернее красиво если вы собираетесь в отпуске я рекомендую обратить внимание на этот аромат он красив и при этом не навязчив у него красота элегантная в то же время жара способствует тому что в нем высвобождается какая-то такая чувственность возможно из-за сочетания нот ванили бергамота и карамели но карамель здесь не сладкая с одной стороны с другой стороны не жженая как в ангеле она какая-то тонна и дает ноту теплой телесности и женской кожи ухоженной после душа после ванны чуть разогретой при этом он очень такой вот нарядный следующий аромат который я собираюсь носить этим летом это лимитка 2015 года ограниченное издание опиум и в сен-лоран опиум rouge фаталь я долго колебалась купить не купить его в итоге он подвернулся по отличной цене и я не смогла себе отказать в удовольствии взять его вслепую поскольку парфюмерные эксперты и парфюмерные любители очень хвалили эту инкарнацию опиума хотя попробовав его я была несколько разочарована поскольку там только бледная тень былой славы опиума в духах и здесь всего лишь злые свирепые специи остались но они очень красивы и даже тепла моей горячей кожи зимой не хватило чтобы их подогреть поэтому я хотела бы носить его летом попробовать его в жару возможно тепла будет достаточно для того чтобы он раскрылся в полной мере наконец-то мы подобрались к моему любимцу аромату рекордсмену по комплиментам летом kenzo jungle elephant как вы помните в конце 90-х этот аромат был выпущен в паре с ароматом kenzo jungle tiger потом тигра почему-то сняли но мне кажется неудивительно что его сняли поскольку он очень проигрывал слону в плане стойкости интенсивности и наверное какой-то индивидуальности хотя конечно сейчас я понимаю тех парфюмерных любителей которые скорбят об этой потери скучают по нему и ищут за хоть сколь-либо вменяемые деньги но слон он просто лидер он завоевал народную любовь и наверное не зря поскольку из флакона запах один а на коже он совершенно другой он трансформируется и преображается а еще это аромат хамелеон в разном климате он звучит и ведет себя совершенно по-разному в сухом климате он больше специевый он сухой трескучий такой степной а во влажном он становится тропическим и сливочным и там преобладают ноты манго в сливках звучит просто божественно к сожалению только один раз в жизни я такое раскрытие наблюдала когда жила в минске где климат очень влажный замечательные духи я вам очень рекомендую познакомиться если вы все еще не знаете их и я их очень люблю у меня часто спрашивают название я с удовольствием делюсь нет у меня такого какого-то стереотипа о том что нужно и делиться духами не делиться названием мне кажется чем больше довольных людей и счастливых гармонично сосуществующих своими духами нашедших свой парфюм тем лучше узнали эту красотку тоже жан-поль готе классик только в парфюмерной воде я люблю ее всегда и она меня никогда не подводит вот если мне нужно просто прекрасно пахнуть и пахнуть как-то узнаваемо особенно в кругу людей близких хорошо меня знающих которые узнают меня по моему аромату хотя их уже было там столько я выбираю этот аромат он для меня будет отличным компаньоном для каких-то встреч с друзьями для проведения досуга и естественно в отпуске а собой его возьму он никогда не подводит он всегда собирают множество комплиментов о чем я неоднократно упоминала и вы знаете он звучит сладко но не приторно а в жару какие-то может быть сладкие слишком сладкая такая ваниль она сглаживается уходит в фон и на первый план выступают красивые женственные цветы еще один аромат эксперимент с которым мне не удалось пока подружиться не в жару не в холод и я все-таки рискну попробовать его в зной это самсара герлен духи сейчас эти выпускаются в стандартном флаконе пчелах уже они к сожалению внешние не столь индивидуально не столь уникальны но аромат я думаю что многие из вас с ним знакомы он очень густо сандаловый как плотная бордовая занавесь парчевая не парчевая даже не сна бархатная сложно даже назвать этот материал из которого сотка на это завеса я думаю что самсара была есть и будет легендарным ароматом и я понимаю ее красоту я люблю ее любоваться и вдыхать ее со стороны от кого-то из крышечки но на себя пока что усадить не получается самсара любит горячую кожу и я хоть и обладательница горячей кожи но мне с раскрытием ее не повезло не цветов не какого-то красивого древесного сочного звучания я не слышу она для меня сухая монотонная и какая-то совсем не интересная не играющая духи на моей коже не живут они сидят как прибитые мне это не нравится но все-таки в очень экстремальную жару градусов под 40 я бы ее попробовала поскольку начиталась о том что она себя ведет очень хорошо и выдает свою сливочную красоту очень интересно что из этого всего получится и последний аромат который фигурирует в моей летней подборке в этом году это ванилла fields коти аромат раньше стоил сущие копейки сейчас его найти довольно сложно я имею ввиду старую винтажную версию вот у меня духи в спрее 14 миллилитров ну что тут сказать друзья лимонадная нота но не такая как в dolce vita а более такой пушистый мускусный лимонад хотя я понимаю как это звучит довольно странно но ваниль здесь такая знаете шампуневая что ли очень очень приятной пахнет отдушкой она такая довольно таки абстрактная сложно даже идентифицировать чем конкретно пахнет но аромат узнаваемый он в каком-то смысле маркер тех самых 90-х годов и мне он очень нравится я когда наношу его на себя в жару летом то я даже не обращаю внимание что на мне какой-то парфюм он очень фоновый тем и хорош тем и замечателен друзья сегодня поделилась своими планами на лето парфюмерными планами что-то из этого я освещу подробнее какие-то духи вы уже видели и мне очень интересно чем же будете пользоваться вы возможно наше предпочтение на лето в чем-то совпадут а в чем-то будет отличаться напишите пожалуйста в комментариях всего вам самого доброго прекрасного вам лета отличного отпуска и прекрасных незабываемых ароматных впечатлений до новых встреч новых видео